Два рециркулятора переходят к новым владельцам. Теперь устройства будут обеззараживать воздух в кабинетах 27-й школы. Здесь из 31 класса только 10 на домашнем обучении. Остальные продолжают посещать школу. Очередной шаг на пути к защите наших детей. Кроме того, это очень актуальный сейчас подарок такой. Но и в то же время, когда, я надеюсь, закончится вот это вот сложное время, они нам будут необходимы во время повышения сезонной заболеваемости. Еще три рециркулятора отправляются в 156-ю школу, также в Сорумском районе. Учебное заведение имеет три корпуса. Здесь учеников еще больше – 1232 человека. Для нас это большая помощь, что у нас будет кабинет рециркулятора, и это самое главное – обеспечение здоровья наших детей. Идея приобрести дополнительные рециркуляторы для образовательных учреждений города появилась у депутатов объединения партии «Единая Россия» в городской думе Нижнего Новгорода. Все депутаты поддержали инициативу. Приходится и директорам, и персоналу школы каким-то образом это варьировать и перемещать рециркулятор, потому что потребности очень огромные у них. Они должны быть по нормам установлены в каждом помещении, в каждом классе, в каждом присутствовом месте. Поэтому будем стараться, чтобы обеспечить школу достойно от этой пандемии. На основании обращений депутатов городской думы из резервного фонда бюджета Нижнего Новгорода на приобретение рециркуляторов было выделено 7 миллионов 700 тысяч рублей. На эти средства приобрели 838 приборов. Рециркуляторы отправят в общеобразовательные школы и детские сады города, а также в учреждения культуры и спорта. Екатерина Васильева, Валерий Шакуров. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова